По храме и по зевоту. Что вы можете прокомментировать вот это? И что стоишь в храме и что? Зевота? Зевота, зевота нападают, да. Ну тут просто ответить нельзя конкретно. То может быть с ночной пришел. Организм требует тебе отдохнуть, а это не хватает кислорода, рот развивается. А что, зажми зубы, не развивай рот. Постарайся попросить у Бога, чтобы дал силу выстоять. Причин много. Это немощь плоти. И плоть противится духу. Здесь они сталкиваются. Тем более плоть может быть истомленная очень. Монахи, вон стоят они к стенке или где-то смотришь пополз вниз. Я другой вопрос хотел сказать. Апостолы были избраны Христом. Момент избрания, это было для них каким-то важным шагом? Что? Получили ли они духовное крещение? Было ли рождение у них там? Когда избрал, они ходили с ними три года с половиной. Что у них там было? Зачем нужна была пятидесятница? Сошествие языков. Вот эти вопросы простые как будто, но они как раз отвечают на все, что вы сейчас говорили. Я спрошу еще, вы видели такой ролик? Так называется, пятьдесят два года в пути. Венспилс. Кто видел? Я видел. Ну, о чем там речь идет? А вы возвращаетесь на те места, где вы были, где у вас бы произошла встреча со Христом? Аллилуйя! Вот там вы увидите, что тогда я уже и говорить не могу ничего. А едем из дальнего путешествия, прошли буквально все, Европу. Сердце жаждало прикоснуться к тому месту. Это место рождения. И что Господь делает, показывает? Так вот, когда начинаешь на это смотреть, у Павла где произошло это? Для него не было пятидесятницы. Для Павла. А когда она была у него? Когда Дух Святой сошел на него? Когда он стал рожденным свыше и крещеный Духом Святым? Хотя вопросы простые. А люди даже не знают, что можно задать. У православных можно и задавать. Никто не ответит. Я бы так неплохо был, был бы здесь кто-нибудь из руководства, чтобы послушали вопросы. Могут они ответить или нет? Каждый тянет, говорит, к себе в рот. А кто не дает, ничего не ложит в рот, объявляет войну. И вот рождение свыше, рождение, и крещение Духом Святым. Ну, насколько люди объясняют, подробно есть. Кто-то сегодня говорил, как я говорю, первый шаг, это полная, абсолютная сдача. Освободить себя от прежнего. Умер я, отвергнись себя, первый. Возьми крест и следуй за мной. Кто-то сегодня это сказал, припомнил мои слова, когда я говорю, что в этом акте человек должен признать себя погибшим окончательно, бесповоротно, неизменяемо. Я, когда с людьми разговариваю, говорю, ты пережил это? Он даже не знает, о чем я говорю. Меня ни один человек в мире не мог убедить, что я могу спастись. А я ходил в церковь, свечки ставил. Даже такое, не просто так. Но я на сто процентов был уверен, я буду гореть в аду. До момента, пока Библия мне в руки дана была, мне никто не уговаривал там считать, занятия со мной вести. Этого не надо. Не надо. Я по себе беру другим. Почему? Надо кому-то, может быть. Постепенно как-то доборабывается до этого дня. Прошло полчаса, как мне дали Новый Завет, а хозяева в другой комнате обедают. Они когда зашли, меня уже Господь взял в руки свои. Мне нужно помолиться. А молиться не знаю как. О чем просить, я не знаю как. Бог все это открывает. И такой огонь полыхнул, что я на Лоцманском подъезжаю, специально такой, бегает маленький кораблик, который на берег сходит, а мы на рейде стояли. И первому же человеку, кому сказать, первый человек, я ему говорю о Христе. Только что обратился. И с тех пор я не могу нигде замолчать. Нигде. Ни на допросах, ни в тюрьме, ни там, где грозят смертью. Грозят прямо смертью. Там было, приходили меня убивать и прочее. Господь полностью берет заботу о тебе. Все события так складываются, что ты только удивляться будешь. Удивляться будешь, что он совершил. Вот я просто передаю опыт. Вот тут нет сегодня человека, который мне задавал вопросы сегодня, но его нет. Он приболел. Занимался ли я с детьми, когда, где, какая программа была, то есть есть где-то. Почему? Потому что я только в одном университете вел занятия 18 лет. 18 лет приходилось вести занятия примерно в пяти университетах одновременно, в 13 школах. А как в школе? Как учителя реагировали на это? Понимаете, я что, когда говорю, я еще никого не встретил ни разу. За 61 год у кого было бы так же. А я считаю то, что у меня это самый лучший вариант. Мне это открыто. Вот как. О, Дарья, мамы там нету? Мама тут. Мама, слышишь, что я говорю? А, да, все слышу. Мама, я сейчас буду говорить, отвечать на ваши вопросы. Как относительно занятия с детьми. Я никогда не вел отдельно уроки с детьми, которые сейчас ведут. Я не знаю, нужно ли это так вести. Но я не против заниматься. Где-то я обращаюсь к своим. Мне никто никогда не говорил ничего. И мгновение, как молния сверкнуло. Все сразу. Проходят годы. А я уже через три с половиной месяца стоял за капитрой. Уже проповедовал. И спустя десятки лет только, когда я стал считать златоуста, я встретил то, что я говорил. Бог приподнял крышку и положил. Людям, когда говоришь, они не верят в это. Я знал столько анекдотов. Как душа, говорится, где соберутся люди где-то. Все это здесь. Мне надо убрать. Я помолился, и Бог все убрал. Убрал все. Богу нужен сосуд чистый. Вот это люди не верят. Что просил я, Бог дал, а это не верят. И что? Вот у меня сестра. Она в большом городе. И она существует. У нее там дети учатся в школе. И она там с директором договаривается. Меня трудно очень стронуть с места. Но если ответят три причины будет, три, тогда я могу поехать. Три. Первая у нее причина такая. Что провожают тут брата. Его надо будет что-то сказать. Наставление очень важный момент. Второе. Она говорит, что вот то-то, то-то там нужно по соседям позанимать, тебе кажется. А третье. В школе я договорилась с директором. Чтоб ты провел здесь уроки. Тут я все сразу заканчиваю. И завтра я уже в этом городе. И вот в этом городе как? Встречает меня женщина. Она говорит, я завуч. Ну это второе лицо после директора. Так. Как вы располагаете временем? Я говорю, сколько вам надо? Сколько классов? Она говорит. Сколько в классе находит? Ну там бывает до 300 тысяч человек. А больше можете? Да как где сидеть? А с другого класса туда перетянуть столы? Давайте. И они забивают под завязку. И в это время я начинаю вести у них занятия в школе. Какие у вас классы? Они там говорят, с какого класса. С этими я захожу. И первым делом взглядом смотрю, что, какие плакаты висят. Допустим, тогда было экономник, а любит быть экономной. Все. Об этом я и говорю. Дальше захожу. Еще нет. Две картины. Рембрандта. И там еще одна. Одна картина такая. Я начинаю говорить об этом с картины. Объясняя это библейские сюжеты. По искусству мира. Потом. Следующий, значит, через месяц. Это 45 минут. Ну, бывает там 50 где-то. Там подготавливают другой. Я через коридор только перехожу наискосок. Там другие классы точно так же. Два-три класса в одной комнате. Я только перешел и захожу, поздоровался и сразу начинаю говорить. Третий точно так же теперь по этой стороне уже приготовили. Отношения необыкновенные. Завуч говорит, вот я с вами хожу третий день. Ну, третий день, да каждый день вы, допустим, пять занятий ведете. Говорите вступительное слово и каждый раз разное. Я, говорю, даже о таком не слыхал. А как вы? Мне тут никто ничего не портил. Я все время выпрашиваю у Бога, что бы ты, Господи, сказал. Дай мне это знать. У меня нет образования, повторяю, ни гуманитарного, ни, которая, как назовем, церковная там или как. У меня нету ничего. Я техник-строитель, технарь. А почему? Молитва и живая связь с Богом. У меня есть выражение такое. На живую молитву от живого человека, возрожденного, отвечает живой Бог. А что потом, святые вас не касаются? Касаются. Они раскрывают шире. Но если не вопреки, что это в Библии написано. Библия делается абсолютным авторитетом. Для меня первый день был, я как будто бы услышал голос. Я его не слышал, но он у меня здесь. Вот эти стихи писал у меня как будто бы, я уже сколько раз показывал. Во время моления как бы строка проплывает. Как бы я тут же записываю ее. А потом 35 строчек, 9 и 4, 9 куплетов, 36 могу записать с закрытыми глазами. Это ни один, ни два, почти 4 тысячи. Это, я нахожусь сегодня, опять тетрадь нашли, новые стихи, которые там в 63 году писал. Вот какое дело, как? У меня опыт. А какой класс? Мне разницы никакой нет. Первый класс, второй, третий, десятый. Тогда одиннадцатого не было. Я отвечаю, как написано. И поэтому сказать, что я с детьми отдельно занимался, хотя сам начальник директор с осознанного своего лагеря 45 лет. Вот у меня там занимается кто? Виктор Николаевич. Он с ними занимается. Приехал Игорь Владимирович. Он занимается. Я не занимаюсь. Я каждый день показываю им нарушения в поведении жизни. И от этого делаю раскрывку. А отдельно не занимаюсь с ними. Почему? Я не занимался, мне Бог открыл. Я на этом теперь держусь. А и когда говоришь им, много занимался Ульянов, Володя. Пятерки. И кем стал? Адольф Алоизович. Шикель Грубер. В будущем Гитлер будет. Он в церковном хоре пел. Знал, знал закон Божий. Кем стал? И что нужно? Встреча со Христом. А это придет. Осознание, что ты ни к чему не пригодный сосуд. Вот сегодня считали это, что рожденный от Бога не грешит. Для православных это ересь. А дальше и не может грешить. И что он не может. Я как-то сказал, судя по всему, Игнатий Брещанинов, он не был рожденный свыше. Монашество. А в монашестве о рождении свыше, о крещении Духом Святым ни одного слова нету. Нету за две тысячи лет. На миллионные аудитории. Сколько их там было-то? Вообще этого нет. Главное послушание Абби. Дороже поста и молитвы. Это придумать надо. То есть борьба с лукавым духом, поста и молитва. Они дороже. То есть выбиваясь из рук, под водительством теперь дьявол живет и не знает. Главное слушайся его. А он думает, какое послушание. Вот подал там какой-то прутик. Посади его здесь. Посадил. Теперь поливай его каждый день. Воду носи только ртом. Речка течет внизу. И он идет туда. Пощерпнул, дошел, плюнул туда сколько. А он в окно смотрит. Год проходит. Второй, третий. И он говорит, сын мой, наверное, уже проросло. Иди, вытяни. Он со всей силой как бы тянет. Ну там же сгнил корень. Нужно? И вот они сойдут савы и друг с другом разговаривают. Какой у меня ученик замечательный попался. Наверное, после меня настоятелем будет. А какой? Он зовет его. Иди-ка сюда, сын мой. И там глыба. Ну, допустим, 2500 тонн. Скала. Он говорит, прикати ее сюда. Вот он побежал, упирается. Песок, пыль идет. Он говорит, смотри как. Ну, ясно, что он не движется. Он не должен разум думать. Я сказал, будет так. Иди сюда. Все. Видел как? Вот отсчиталось подвиг. Вот он каждый выкомуривал. Что будет? Если не слышали, я расскажу больше того. Вот я святых насчитывал. Духовный луг. Вот приходит к монастырю с сыном. Вот я-то сейчас буду говорить. Кто только скажет, что слышал, сразу же скажите. Я слышал. Мне надо найти, кто знает. Пусть он продолжит. Он стучится день, второй, третий. Тебя сын с тобой, мы не принимаем. Мне негде жить. Тогда вышли, говорит, поговорите с ним. Сына он отдает, и что, больше с ним не разговаривал, не кормил и не поил. Мы берем на себя обязанность. Он говорит, готов. Но он-то, сын-то, уже посинел от голода. Он его тя-тя-тя-тя. А он в сторону пошел, а потащили его куда-то. А кем работаешь? С сапожником. Посадили его. И вот ребенок ходит, не кормленный, обовшивший, синий весь. Подходит к отцу и не может понять. Любящий отец сделался хуже камня. Даже и головы. Они за ним смотрят как. Ну, хорошего приняли. Не могут. А теперь он плачет, ребенок-то. Ему выговор. Ребенок мешает нам молиться. А сами там договорились. Вот здесь мы стоим, высокий берег, Дунай. А там река. Возьми его и брось туда. И не вредь. Так, кто слышал? Александр слышал. Мы рассказывали уже. Ну так. Он бросил туда, а там его выловили. И вот какой герезкий подвиг. То есть любого человека вообще ничто ставится. Потому что сами это друмпая. Понятно. Судить. Только сегодня тебя бы осудили и не вышел никогда, может, как садист. А это подвиг считается. И вот эти вопросы решать в том, что, а где же любовь-то? А другому так дали. Печь растопленная, там стоять нельзя. Сказали, его туда засуни, пусть горит. И вдруг она погасла. Тут можно написать, что угасла. Так вот, просто этими примерами я говорю, что монашество вообще неизвестно. Это рождение свыше и крещение Духом Святым. Мне это Бог дал в один день, в промежутке одного часа. И этот огонь горит уже 61 лет. Год. 61. Без этого никто. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это такие трудности человеку в этом мире жить и не находить понимания. Это очень трудно. А Бог дает так, что у тебя будут соратники, друзья, дети духовные. Ты на все будешь смотреть другим уровнем. Авторитетом для тебя не будет земных. Папа римский или патриарх, который ниже челюсть. Перед тобой все время будет стоять скрижали Господни. И то, что Господь сказал. И откроет тебе Господь знание Писания. И все сюда войдет. Вот что нужно говорить. Я вот узнал. Я раньше не слышал этого. Которые к нам на занятия ходили в университет. Ну а потом ходили. А потом подсмотрели у нас там. Девушки женились. А потом врагом стал. Ну он неверующий был. Он тогда говорит. До встречи с вами я все знал. Вот он говорит. До встречи в университете. Он все знал. И как будто кто отрезает ему. То, что узнал от меня. Он против меня идет. У него все отнято. А там точно впереди ничего и нет. И он делается наглым. Бессовестным. Какие дела вытворяет. Вот как. Это надо все иметь. А другой. Все помнит. Вот как отец Геннадий Фаст. Что я на лестнице крашу окно. Там подрядились работать. А он внизу стоит. Там банку держит. И первая беседа. И первая беседа. И он сразу обратился. Менонит. Молодой ученый. И он везде. Где бы он ни был. Подчеркивает. Где был начат этот новый путь. И когда беседа была. Я сказал. Берите какую тему. Он берет о десяти девах. Ну он говорит. Тут-то я знаю на все. Он стал объяснять. Я говорю. Все ложь. Как так. Теперь я стал объяснять ему. Что означает уснули. И проще. И он говорит. Я тогда уже понял. Что у сектантов. А он у баптиста там кружок вел. От ума. А у православия. От Духа Святого. А это большая разница. Слушаю. Хорошую тему вы сегодня открыли. Ревнуйте об этом. А сколько время. Всегда ревнуйте. И так бегите. Чтобы получить. На ресталищи бегут многие. Но один получает награду. Златоус подробно-то говорит. Как борцы борются. Как они. Чтобы тело его. Ну. Кожедуба-то это было. Он намазал себя там какими-то маслами. И не может его удержать. Он как угорь выскальзывает. Но потом они встретились. Так вот здесь точно так же. Намочьтесь. Тело. Все Духом Святым. Помазание. И он ничего не сможет сделать. Слушаю. Игнат Игорь Тихонович. Я уточнить хочу. То есть для детей лучше на живых примерах все показывать. Чем усаживать их там. Там вот. Вот. Поясняю. Они здесь. Я все время в лагере. Они видят. На их глазах. Любые они друг друга обижают. Где-то разборки. И все. Чтобы втиснуло слово Божие. И все это. 475 роликов снято. Вот так хватит. На деле. И они когда мне операцию сделали. Они узнали что операция сделана. Меня уже везут. И они их не могли усыпить. И они уже ночь начинаются. И они все в деревне меня ждали. Когда подвезут меня. А мне можно было только лежать или стоять. Сидеть нельзя было. Ребенка не обманешь. Дети это очень. Вот живой пример. За столом где-то сидим. Где я все это объясняю. Почему нельзя. Какой святой сказал это Василий. Великий. Вот. И они все знали. По отдельному. Так вот заниматься. Как вот сейчас где-то ведут. Я не вел. А вот так вот. Сегодня одна школа. Директор сообщает. Соседние. Они там рядом школы где-то. Потом я в другом месте. Где-то в городе захватываю. Все это бесплатно. И ходит она. Как так что. Вступление делайте. И всегда разное. Вот сколько было. И все разные. Как. У вас на стенах надписи. И вот они мне дают направление. Из ничтожного. Извлечь полезное. И будет как уста Господни. Разницы никакой нет. А если бы ни одного плаката не было как. Ну может быть она какое-то слово произнесла. У меня разницы нет никакой. Я буду молить Бога. Чтобы Он показал. Как этим словом воспользоваться. И поэтому разнообразие такое большое. В стихотворениях во всем. Слушаю, сестра. Тогда у меня еще вопрос. Давай. Вот читаю. Разбойник на кресте сказал одно только слово. Одно только прости. И спасся. Спасение человека зависит не от минуты. А от секунды. Смиренным помыслом человек спасается. Принимая же гордой помысью. Он теряет все. Преподобный Паисий Святогориц. И что? Ну разбойник не говорил же прости на кресте. Что записано, скажи только одно. Мы больше не знаем, что он там сказал. Давай увещевать такого. Побудил его тот. А сколько они были в тюрьме. Сколько следствия было. Этот-то промежуток сокрытый. А там-то он и доходил до этого. А другой ничего нет. Давай насмехаться. Нет. Я работал добровольно в тюрьме. 3700 человек. По камерам ходил. Где-то около 18 лет. Я знаю натуру этих людей. И когда им это говоришь где-то, сразу друг перед другом еще скитаются. А уже короткое время пройдет, он покаяние приносит. Покаяние очень сильное. Он получает дар слез. Вот со мной один сидел, такой же тоже, Владимир Прокопьевич. И Бог открыл нас сразу, отсадили от общей камеры. А нам только этого и надо. Так что с детьми вопрос вот так. Пример. Так. И дальше ты отвечаешь на вопросы. И они понимают, что здесь подвох не пройдет. Я сразу вижу, как вопрос этот задан. Я его могу отпарировать и вернуть его так, что он будет помнить. Еще вопросы? Игнать Тихонович, а вот в толковании у блаженного Феофилакта рай и царство небесное – это разные вещи. Ну, разные, правильно. Небесное царство на небе, а рай на земле. Ну, говорим о том, что нам известно. Что? Апостол Павел был до третьего неба. А какие небеса? Где они третьи? Там ракеты летали. Не надо рассуждать. Мы должны только произнести и все. В это не входить. Не надо. Совсем. Не входил в великое, для меня недосягаемое. Не смирлял я души мои, как дитя, отнятого от груди матери. Вам легко видно, когда отсадили его. Как он протягивал руки. Вот в этом все и заключается. Смирение. Я не знаю. Вот мне много раз приходилось, многократно. Отовсюду новые люди приходят. У вас что, дар прозрения? Я говорю, а в чем дело? Ну, я только думал вам письмо написать. Пришел домой. От вас письмо пришло. И как раз ответ отвечен. Как вы знали? Ничего я не знал. Это Бог делает. Берет тебе руку и напишет. Притом, это один бы раз, два. Или вот мне сообщают, там, то в Америке. Я вот пришел, пнул. Что лежишь? Вставай на молитву. Он спрашивает, а кто ты? Я назвался. Потом он меня нашел. И сейчас у нас тут он бывает. Леня Яковщук. С Украины. Бог открывает. Притом, вот это вот, что я хожу ночью, якобы где-то, я не знаю. И как? Ну, доверься Богу, доверься. И Господь как-то покажет все. Враги бывают где-то. Ну, прямо, даже говорить страшно. Обо мне снимают фильм. Они напрашиваются, режиссеры. Отец Аким говорит, ну, прими их уже. Говорит, они тут все узнали, сняли. Говорит, просятся. Раз заходят, я отказываю. Второй раз. Отец Аким снова звонит, там, издалека. Ну, я говорю, что смотреть-то? Вот он я перед вами. Ничего у меня нету. Вот. Приехали, разрешил. И они берут сразу же интервью у священников, у которых я исповедуюсь и причащаюсь. И они вошли в историю. Три священника благочинные. Ух, какая у него власть была. Один епископ сказал, таких у нас только три человека, говорит, на всю страну. Которые вперед опережают власть и знают, что власти нужно сделать. Три священника. И они ни один не дожили до моего возраста лет 20. Вот Господь как будто рукой махнул, и ни одного нету. Приезжает, ну, специально ко мне едет человек. Я ему не разрешал. Он там все-все-все с собой взял для житья. Ну, и, если потребуется, кому я скажу имя, все, в Барнауле здесь. А в Потеряевке он. Ну, прекрасный видом. Все есть. Такое стихотворение у него сохранилось. Он писал о московской патриархии. Все, что делается. А потом поднялся против. Ну, и раз против поднялся, значит, к священникам ближе. Его сразу протолкнули там, без семинария, священником стал. И священником был. И когда на меня нападения были, так он пришел специально, чтобы выстрелить, против меня напасть. Я тогда позвонил, ну, уже ночь была, епископу, и сказал, вот такой-то выступать думает завтра. Я обязан буду сказать все про патриархию. Он его тут же прекратил, больше не было. Спустя какое-то время он умер. Я не знаю, сорок-то лет ему даже не было, наверное. Господь махнет руку, я когда говорю об этом, я по неволе должен сказать вам. Я его принял, он у меня жил, там работал как мог, построил даже домишко себе небольшое. Все, все прахом пошло. Его нет. Притом это, если бы один раз где-то, это у Бога все на учете. Подставь вторую щеку. Я подставляю, а уже бить некому. Почему? По немощи. Отец Сааким рассказывает, как у них было там один самый старый священник, все с Украины западной. И как они там, ну, против его были. В разум, с одним разумом. Бог, куда-то всех дел нет, умерли. Тоже они там всякие дела начали делать. Притом это неоднократно. Вот идет человек очень грамотный. Преподаватель в университете, преподаватель в академии. И ведет курсы в метрополии. Идет домой, а ребятишки бегают, обгоняют друг друга. Он мне задает вопрос, как смотреть на это соревнование-то. Ну, он задает вопрос, а меня-то нет. Он думает, я сейчас приду и задам. Но включил мои диски у него там или пленки были. Он включил и на этом деле, он на половине почти там где-то остановил, когда уходил. Я объясняю, что такое соревнование и как есть. Как это может быть? Я ни на один вопрос ответить не могу. Это Бог делает. Моего ничего там нету. Я и не знал про ребятишек, я их и тебя ни разу не видал. Он в другой раз опять, опять отвечает что-то где-то как-то, как будто бы я пришел там и ему сказал. Много такого слышать приходится. А почему? А Господь по немощи нашей отсыпает, Он щедрый. Пять голышей в сумке и голяв кверх ногами. Каких только на меня не натравливали людей. Сколько бы я не разговаривал с теми, которые сидели, которые большие сроки отбывали. И ни одного не было, как было у меня. Даже близко не было. И поэтому они так слушают маленько, ну и видно, что не верят. Что я проповедую в камере каждый день, минимум два часа. День разбитый на молитву, пять раз на молитву, по часу, по полтора. Отбирается камера, охранники стоят, слушают. Да не может быть этого. Ну вот так. Даже не может быть. Это говорят люди, которые отбыли. Глеб Якунин, Дмитрий Дудко, Зоя Крахмальникова, Александра Городникова, те, которые отбывали сроки. Ничего подобного ни у баптистов, ни у кого не было. А почему так? Вопрос Богу задавать можешь. Мне не задавай, я ничего не знаю. Я только захожу, а который раздает что-то. Откуда дед, с Барнаула? Я тебя уже тут два года жду или три года. Да откуда ты три года-то? Меня только арестовали. А мне уже сказал Бог, что вы прибудете сюда. Дают там мразь, там грязная перемощенная. А я, говорит, спрятал чистые простыни, там подушки, наволочки, нетронутые. И он, я для вас берег. Как я могу это придумать? Нельзя это лишнего слова сказать. А почему? Бог знает. Вхожу в камеру один, он сразу же, а вы Бог? Я говорю, ну вы что попало прям? Мне ночью было, что придет в камеру Бог. Я говорю, я о Боге говорю. И Господь, может быть, зайдет к вам. А я только на одну ночь туда послан был. По этапу иду. А уже Господь предупредил. И он всю ночь сидит с человеком и переписывает Евангелие. Вот как Бог делает. Рожденный от Бога не может грешить. Ему не до этого. Никто нам о Боге не говорил, кроме того, что Бог есть. И есть мука вечная. Мать сказала, нельзя в пионеры, нельзя пресать, нельзя с женщинами дело иметь. Все на этом. Все обучение. И этого было достаточно, чтобы встретиться со Христом. Сколько раз у тебя встречался, где мог обратиться? Там кто-то сегодня засчитывал? Кто это читал? Из книги для Слова Божьего нетусь, наверное? Как я каялся. Кто засчитывал? Да, Игнат Тихонович, из вашей книги как раз. Это вы читали? Как у меня было покаяние? Я читала, да, и сейчас вот выставила. Для меня это очень сложно. Ну, вот увидите. Ну, вы понимаете, что это придумать сложно, чтобы сам людей дорогу пробить. Иначе бы через Гоголя все обратились, Достоевского, но не получилось. Слушаю и повинуюсь. Это кто говорил? Павел Владимирович. А был у нас Анатолий такой. Слушаюсь и повинуюсь, говорю. Да. А он-то откуда взял это? Джин это говорил из бутылки. Спасибо, Республика. Да, благодарю, сестра, вопросы. Только я на вопросы эти так и отмечаю. Отдельно с детьми нет. У меня вот эта система есть. В каком возрасте, о чем говорить, есть. А когда занятия веду, у меня разные-разные возраста. И спрашивают, как? Вот бывает детская Библия написана синего цвета. Не признаю. Только такая Библия, как есть. Она не может быть детской. Ему, ребенку, надо сказать эти слова несколько раз, а потом разъяснить его языком. Вот так. Детскую Библию придумал тот, кто не пережил рождение свыше от Библии и ценность слов библейских не знает. Да, именно вот это и есть. Говорить, как начинает вступительное слово Божие и все. Я с одним шел, когда занятия, я уже говорил об этом. Мужчина высокий, ростом такой и такой. И говорит, ну вот, наконец-то я поверил. Я думаю, ну вот, видишь, как Господь опять душу нашел. Я говорю, а какое слово вас коснулось? Да меня все коснулось. Я же до сегодняшнего дня думал, что я верующий. А на ваших занятиях я понял, поверил, что я не верующий. О, разочаровал-то как он меня. А в этом-то начало и есть. Сначала надо освободить этот сосуд, а потом Господь в душу входит на чистое. Признание того, что ты не верующий, это первый шаг. Начинать с нуля надо. Если ты не пережил рождение свыше, это первая задача. Признать, что ты погибший, и выхода нигде нету, только через Голгофу. За все благодари. Вот представьте себе, я фразу какую сказал, а она уже там расползлась и везде. Монашество в том виде, в котором оно пришло в Россию, принесло вред больше, чем вместе взяты фашисты, коммунисты, масоны и мусульмане. Во сто крат большее зло принесли они. Мне никогда этого не простят, а я это докажу в течение трех минут. Идите по всему миру. Они самое лучшее, что в мире было, все за стены и ушло в песок, не давая потомству. Главное золото молчания, а вера от слышания. А как слышать-то, когда слов-то нету? Все. В этом все. Я за монашество. А не так, что вот у нас тут демографический срыв, неправильно, а вот вы такие, да почему не женатые, молодые. Это от лукавого слова. Ты что, хочешь повысить? Ну, если каждый день 20 тысяч абортов в России, 20 тысяч, то вы трое-четверо женились бы, да его надо еще родить, да каким он будет? А ты помолись, Господь покажет. Готового материала, сколько таких, такого возраста, которые уже понимают что-то. Иди и свидетельствуй, ты свободен. Есть разница между женатым и неженатым. Это апостол Павел говорит. Женатый заботится, как угодить жене, и да бабе, никогда и не угодишь. А замужняя заботится, как угодить мужу, да бабе, никогда не угодишь. Не угодишь делом, не угодишь и телом. А когда человек один, говорит, он угождает Богу. А враг поносит это. Апостол Павел был женатый? По порядку начни перебирать. Про одного Петра только известно, что был женатый. Хорошо оставаться, Павел говорит, как я. А вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Так что, не надо жениться. Павел говорит так. Но если будешь, чтобы она была у тебя, как тело, а ты как глава. И заботились не о мамоне, а как послужить для Бога. Я приветствую такое сочетание. Но только не надо забывать статистику. В Российской Федерации в первые 4 года после венчания 84,6% разводов. На тысячу браков, тысячу человек. 846 разведенные. Кто этих детей воспитывает? Маленько так, посмотри. Я, слава Богу, что он женился и жену привел сюда. Это благодарение Богу. Но сейчас ли это бывает? И как еще дальше будет? Она не только бывает, он и не приобрел. А совсем, от которой женились, они вот тут не участвуют. Ну, редкий случай, что у нас участвуют. Это милость Божия. У вас будут скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот, повторяй, а скорбей будет очень много. Ребенок родился слепой. Или еще что-то там. Ну, разное там ДСП там. Может быть, такой может. А дальше еще родственности. Не забывай, у тебя теща или свекор, или свекровка. Она будет по-своему давить. Ребенка оставь у нас тут, иди, пока там работай. Они неверующие, они что с ребенком тебе сделают? Не на день деньги отдавайте детям неверующим. И лишний раз, чтобы не прикасались. Которые больные. Надо знать, как обходиться здесь. Женился на скорую руку? На долгую муку. Вот так. И поэтому, чтобы брак был счастливый, это когда оба для Бога живут, вот тогда да. Я вот через кого обратился, его звать Михаил, а она Анна. Михаил Александрович Анна Матвеевна Еремеевая. Вот тут еремейщик у нас какой-то есть. И вот они жили двое, у них детей не было. А у меня стихотворение написано. Я с первого дня полюбил все, что говорится-то. Господи! Он, как Павел сказал, подожжайте мне, как я Христу. Вот человек этот не говорил, а у меня так было. Вот как они есть? Вот тютелька в тютельку, так все у меня идет. Так, вопросы? Да, наверное, разбрелись все по горам овцы. Уши это поострястно. Тут на меня выходит один Борис, он кажется. О, Олон. Молдаванин. Ой. С ним никто не знаком? Он бывает здесь. Мы переписываемся с ним. Горящее сердце. Горящее. Он говорит, нашу страну там хотят, вот к румынам никак нежелательно, там молиться надо, чтобы она была с Российской Федерацией. Патриот такой. И много лет отсидел там за плохие дела. И вот мы познакомились, а у него такая любовь, даже не выразишь ее. Да еще с таким акцентом пишет. Молдаванин. Ну, вопросы? Паства. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, моя Дарюшка. Подскажите, а если актер это греховная профессия, то можно ли смотреть хорошие фильмы? А что там? Ну, разные же фильмы бывают. Вот мама мне иногда скидывает фильмы какие-то. Но актер-то сам по себе, он же, как, он же не благое дело-то делает. Он и в разных фильмах снимается. Так, я вам скину. У меня 24 фильма, которые я советую посмотреть. Первый, который я советую, очень даже хороший, Еремия. Игнатий Тихонович, она конкретно спрашивает про актеров. Они же, говорит, в разных фильмах потом снимаются, и бывают плохие. Сама профессия, ты, говорит, актер же плохая. Видишь, такая. А если, ну вот смотрите, допустим, Иуда Бен Гур, видели? Иуда Бен Гур. Нет. А вот посмотри, там многое, что вы увидите, которые положительные образы, или Кама Гридеши, там 56-го года издания, постановка. Много таких. Отдельно, Иосиф есть фильм. Мы на других даже его не знаем, где-то. Актер. Смотря какой актер. Златоуц это все крепко показывает. Но тогда не было, как они купались, женщины, голые, там купаются в этих бассейнах, там мужики смотрят и такое все. Сейчас по столбам лазят. Но если фильм поставлен, вот это, я сказал, Иеремия, там по всем отраслям его даже трудно поверить, что это артисты играют. Как будто бы сам Иеремия пророк. Пример. Просто Иеремия, заряди и все. И можно смотреть хоть сколько. бывает Иосиф, как с Иосифом, есть такой Абрам, есть Моисей. Названия такие библейские, там библейское все. В одном, в другом месте я его никогда не встречал. Ну, другое дело, там Вячеслав Тихонов, он там Бим с черного уха, белый Бим. Он же играет там Штирлица, еще где-то. Но это не пример. И время не тратит. А вот которые фильмы я называю, они полезны для души. То есть подражать охотой, ты с ними как будто вместе переживаешь. Искупление еще хорошее. Искупление хорошее. У меня там все указано, как раз это все указано. Я скину вам, Дарья. Хорошие фильмы есть, очень даже. Конечно, против таких фильмов Златовус их никогда не видел. и сказать не мог. Но понятно, что оно полезно, потому что укрепляет человека в вере. А вот это, который там воевал-то, на фронт не хотел идти-то. По соображениям совести, кажется. Да-да, по соображениям совести. Вот так запиши, по соображениям совести. Вот. Он не принял присягу и на фронте был как. Сколько их людей спас. Это живой пример был. Ну, оно в одном фильме все это помещается. Ну, если человек посмотрит что-то про природу, как оно ему помешает? Он, ребенок, сразу узнает, ему рассказывает, вот, тот-то, тот-то, вот это опасно, нельзя подходить. Бывает змея там, бывает змея кошки лезет, она лапой так показано бьет, или курицу прям змею отбивает. Игнатих Иванович, а вы можете этот список фильмов скинуть в чат, потому что тут спрашивают. Сейчас я скину, сейчас я скину, скину прямо сейчас вот эти Библии, сейчас же, но только кончим говорить, не отходите. Я сразу скину вам, и кроме того, скину наши люди, которые составили там такое, далеко там ищут, мое далеко там и проще такое. У меня большие материалы эти есть, проверенные. А вот бывает кто-то решил переделать фильм, по-новому поставить, там ничего нету, даже близко. Иуда Бен Гур. Я это услышал от преподавателя в университете. И он у меня есть, я скину. Так, вопросов нет, будем молиться. А назначать Игнатия Тихоновича? Хорошо. Братья, у меня описно пение на стихе Игнатия Тихоновича. Ну давай. Под занавес. Да, под занавес. Дорогой брат. Благая весть, кто понесет ее. это 2003 год 2 мая стихотворение Прохорь. Меня хорошо слышно? Да нельзя бы сделать, чтобы букву было видно. Игнатия Тихоновича. Игнатия Тихоновича. Из уст моих потоком льются реки. Благая весть, кто понесет ее. Уставшим и страдавшимся калекам земля исцогшая к тебе иду дождем. Из уст моих потоком льются реки. Господь послал я ученик Христа с его ключом к домам, квартирам, душам. И для меня особый путь настал. Да слушают имеющие уши благая весть, тревожные звонки и крушение льда засев по цемене. Вам проповедники готовятся венки, и что подтверждается писанием вполне, что подтверждается писанием вполне. Звонок тревоги, слышатся шаги, нас через дверь разглядывает кто-то. Воскреши, пастырь, разломай замки, а дальше все расписано по нотам. Приветствую с улыбкой и кивком газетный листик к истине крещения передаю принявшему потом. Хотя бы вкратце, где идет учение, благая весть, тревожные звонки и крушение льда засев по цемене. Вам проповедники готовятся венки, и что подтверждается писанием вполне, что подтверждается писанием, вполне. Не все, конечно, распахнули двери, кто осторожен, не откроет нам. Для многих мы разбойники и звери, квартиру обобрать и их карман. Иная расторопная старушка прообраз суховей прошлых лет через глазок фиксирует на мушку, целуя многократно парт билет, благая весть, тревожные звонки и тушение льда засев по цемене. Вам проповедники готовятся венки, что подтверждается писанием, вполне. Что подтверждается писанием, вполне. И ради них ступеней стирая выискиваю зерна и крупницы трубу к устам и направление к раю по маршам лестничным взглядая легкой птицей. Же православное болото женский дух одеты в срам мужской одеяние молитвой про себя и даже вслух срываем крепости божественным писанием. Благая весть, тревожные звонки и грушение льда засев по цемене. Вам проповедники готовятся венки, что подтверждается писанием, вполне. что подтверждается писанием, вполне. молитвы молитвы сейчас я скажу кто будет молиться слушайте внимательно так Андрей Новиков здесь Андрей Новиков почему-то ответа нету ну тогда другого тут посмотрим здесь телефон плохо реагирует и не сразу интернет прорабатывает включение они пропоют достойно и сразу своими словами коротко поблагодарите Бога в конце прославьте Святую Троицу громко скажите Аминь хорошо да во славу Божию во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь достойно есть я кого истину блажите Тя Богородицу пресно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим безострения Бога Слово росшую Сущую Богородицу Тя величай Благодарю Тебя Господи за то что дал мне жизнь в этом мире благодарю за наставников учителей за это интернет сообщество за то что есть возможность познавать Писание изменять себя свою жизнь познавать себя изнутри подрастать духовно приводить людей к вере проповедовать и менять их жизнь чтобы изменяли изменялись изнутри слава Отцу и Сыну и Святому Духу Аминь Аминь Кто согласен всегда говорите Аминь Христос Христос Гристос